всем добрый день это питомник роз полины козловой очередное уже на третье или четвертое видео про обрезку роз но тут уже просто все наглядно я уже замучилась и сейчас надо отвечать на вопросы на одни и те же вот решила показать вот смотрите саженец был обрезан коротко посмотрите сколько много почек именно внизу куста именно у основания вот они толстенькие такие прям лезут красиво все это вот ряд обрезанный и рядом не обрезанный не хватило времени посмотрите внизу вот нижняя часть куста ни одной почки нету еле-еле в середине и основное сокодвижение толкнула наверх о чем это говорит вот если куст обрезать высоко срежется те бочки на которых пошел первый сок растения и останутся средние и полу спящие нижние и куст у вас в середине лета будет стоять с лысым низом небольшим количеством листьев посередине куста и большим количеством цветов но очень-очень мелких то есть еще раз повторяюсь кто вы прислушиваться моему опыту обрезайте розы коротко плетистые да там нужно смотреть по строению куста зависимости от того на что вы на какую шпалеру на какую опору вы его крепите но опять же саженцу должно быть больше двух лет то есть если вы посадили в весной прошлого года и за год он вам ды выдал несколько побегов их нужно срезать коротко на две-три почки тогда у вас будут шикарные саженцы будут с листьями сверху донизу цветов будет много и они все будут крупные сейчас еще раз покажу соседние то есть эти ряды это целый ну практически все уже мы обрезали смотрите сколько почек внутри именно снизу идет очень очень много они все дадут хорошие толстые ветки которые будут с листьями снизу доверху которых будут крупные обильно цветущие побеги и цветы будут очень крупные он смотрите именно нижняя часть самая ценная часть розы это то место которое находится у прививки вот наш маточник с другой стороны его фотографирую снимаю вот он лысый мы его обрезали в ноль практически здесь у нас на этой стороне бордюрные флорибунда парковые среднерослые и чайно-гибридные сорта то есть все их мы их обрезали коротко только вот плитучки либо высокорослые парковые они стану им уже побольше попить больше пяти лет некоторым же лет по восемь кисмикейт у меня по моему появилась на третий год как пятну как в этом питомнике она стала работать вот только она вот такая крупненькая здесь а все остальные обрезаны коротко и какой не подойди на какую розу не посмотри именно снизу вот смотрите какое количество почек обрезка дает стимуляцию роста корней корни захватывают новые территории выдают больше питательных элементов на оставшиеся почки почки увеличиваются в размере почка увеличивается в количестве роза начинает сильно сильно развиваться вот смотрите вот кажется как будто рядом посажено два куста нет это одна роза готова заглублена и вот с одной ветки которая попала в землю снизу смотрите вот уже отдельный куст можно сказать и второе вторая ветка чуть поменьше но тоже она попала вот в землю то есть заниженная наша посадкой мы место прививки заглубляем землю опять же посмотрите сколько почек кто-то у меня спрашивал что а если мы розу не обрезали в первый год и она у нас так и растет на одном стволе снизу идет один ствол потом он сверху разветвляется и нам очень жалко его резать ну я бы обрезала обрезала покормила даже если роза очень старая и за сезон она выдала бы возле корня гораздо больше новых побегов мы больше чем один естественно вот и было бы все хорошо ну вот куда не подойди все почки красиво идут именно снизу то все питательные элементы задержались все соки растений задержались нижней части куста толкнули почку к росту и спящие почки на розе очень много почек которых вы не видите то есть вы видите одну единственную который вы даете расти если ее условно ногтем отколоть на этом месте появится две если эти две отколоть появится три или четыре то есть там идет рост геометрической прогрессии можно так сказать единственный минус таком издевательстве народу над розой то место очень быстро начнет грубеть и эту ветку нужно будет вырезать не раз в три-четыре года а раз в два года ну собственно наш маточник от этого страдает потому что мы берем свой материал для размножения именно отсюда у нас еще достаточно холодно у нас ночью около нуля даже минус наверно где-то был солнце и есть но по крайней мере ветер нас кто-то переживает что мы посылки не отправляем посылки мы уже начали отправлять по южным регионам и тех кто просил отправить их пораньше остальные по регионам зависимости от региона отправляем либо если человек просит там отложить или отправить пораньше посылку все идет штатном режиме мы ни про кого не забыли все будет хорошо какие-то если вопросы все офис все прекрасно решить девочки все ваши вопросы разрешат так что вот так у нас все идет в рабочем режиме и отправки посылки начались и обрезка у нас еще он уже концу можно сказать подходит и на вопросы когда есть времени я отвечаю иногда правда я задаюсь вопросом зачем я это делаю отвечая на вопросы потому что они одни и те же такое ощущение что никто ничего не смотрит и не слушает ну вот смотрите ну вон ну ну что еще нужно сказать вот оно наглядно коротко обрезано и как все красиво вот так так что режьте свои розы коротко особенно в первый год после посадки и не бойтесь если они растут у вас без кормежки но сейчас вот самое время так понимаю что у всех садоводов уже руки чешутся подкормите свои розы подкормите их жидкими удобрениями ну смысле водорастворимыми под корень чтобы дать ей старт чтобы она быстренького стартанула чтоб почек было много чтобы веток было много чтобы цветы были красивые всем очень очень советую но пока то как то так будут вопросы спрашивайте если будет время обязательно отвечу ну а теперь всем спасибо и до свидания а Продолжение следует...